Время новостей на нашем телеканале в студии Олеси Коряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях в стране и мире к этому часу. Землетрясение, произошедшее сегодня утром в 6.50 в сейсмической зоне Вранчо в Румынии, ощущалось и в Республике Молдова, особенно в центральных и южных регионах. Информацию подтвердил для ТВ6 директор Института геологии и сейсмологии Игорь Некуаре. Произошло землетрясение силой в 5,3 балла в эпицентре, которое ощущалось и на территории Республики Молдова. В южной части силой в 4 балла, в центральной – 3,3. По его словам, в результате этого природного явления не зарегистрирован какой-либо ущерб, что является типичным для толчков силой до 6 баллов. Согласно официальным данным, землетрясение силой в 5,3 балла ощущалось в Болгарии, Сербии и Украине. По данным Национального института исследований физики Земли, тектонический сдвиг произошел на глубине 147,5 километров. Прокуратура по борьбе с коррупцией подтверждает, что в результате проведенных вчера обыска в головном офисе партии «Шор» в столице были задержаны 8 человек. В пресс-релизе ведомства сообщается, что задержанных подозревают в соучастии, содействии и согласии с финансированием политформирования, организованной преступной группой. В этой связи прокурор уточняет, что в течение 72 часов с момента задержания будет принято решение относительно превентивной меры. Напомним, вчера сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией провели обыски в головном офисе партии «Шор», в результате которых были изъяты более 300 тысяч леев. Как объявили прокуроры, следственные мероприятия произведены в рамках уголовного дела о незаконном финансировании партии, а изъятые деньги якобы предназначались для выплаты неофициальных зарплат партийным работникам. В свою очередь представители партии назвали действия прокуроров незаконными, направленными на запугивание членов политформирования. Депутат парламента от партии «Шор» Регина Апостолова сообщила, что обыски длились около 9 часов. Проверки подверглись даже посторонние люди, находившиеся в это время в здании. Бывший председатель Новоненского районного совета был задержан сегодня утром сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией и прокуратуры по делу о торговле влиянием. Его подозревают в организации и фальсификации тендера в собственных интересах, сообщается в пресс-релизе НЦБК. По данным центра, в период с 2018 по 2019 годы председатель районного совета, оказывая влияние на некоторых подчиненных, инициировал тендеры на строительство и ремонт ряда государственных учреждений. По данным следствия, преследуя личные цели, чиновник отдавал предпочтение компаниям и экономическим агентам, фактическим бенефицаром которых являлся он сам, не обеспечивая равной конкуренции для других участников. Сегодня, 3 ноября, сотрудники НЦБК и прокуратуры провели обыски в домах и офисах, причастных к этому делу людей. Бывший глава Новоненского районного совета задержан на 72 часа. Сегодня в суде столичного сектора Чиканы прошло новое судебное заседание по делу Марины Таубер. Адвокаты ходатайствовали об отмене домашнего ареста в отношении депутата от партии ШОР. Они считают, что на время следствия подзащитная может находиться на свободе. Судьи должны вынести решение в пятницу после изучения материалов, представленных защитой и прокурорами. Рассматривалось заявление адвокатов об отмене меры пресечения в отношении Марины Таубер. Мы представили в суде все доказательства. Сторона обвинения не предъявила никаких доказательств, а только делала заявление. Они говорят, что они есть и их можно увидеть в СМИ, по телевизору. По какому телевизору? Мы считаем свое ходатайство законным. Верим, что будет вынесено решение в соответствии с законом. Как вы видели, заседание было очень коротким. Со своей стороны мы ясно говорили, что нет аргументов и юридических доказательств, чтобы меня держали под арестом. Надеемся, суд примет правильное решение. Прокурор по делу заявлений для прессы не делал. Наш телеканал обратился за комментарием по поводу запросу адвокатов Таубер в Генеральную прокуратуру. Но представитель учреждения пока не ответила на сообщение. И на этот раз к зданию суда поддержать Марину Таубер пришли члены и активисты партии ШОР. Они требовали освобождения депутата из справедливого правосудия. Напомним, вице-председателя партии ШОР обвиняют в фальсификации финансового отчета, политформирования и содействии его финансированию, организованной преступной группой. Таубер себя виновной не признает, выдвинутые обвинения считает не имеющими юридического основания, а свой арест называет злоупотреблением, совершенным по указанию властей. В свою очередь, власти эти обвинения отвергают. Генеральная прокуратура утверждает, что у прокуроров есть доказательства вины депутата. Ранее здесь неоднократно заявляли о своей аполитичности и о том, что сотрудники прокуратуры руководствуются исключительно законом. Комментируя дело Марины Таубер, президент Майосанду ранее заявила, что хочет, чтобы расследование было справедливым, транспарентным и не вызывало никаких вопросов. Сегодня, после паузы в несколько дней, поступило новое сообщение о минировании в зданиях суда секторов Центр и Буйканы. По данным полиции, информация поступила в службу 112 около 10.45 утра. Позднее, в 11.14, правоохранительные органы заявили о том, что заминирован и один из торговых центров. На место выехали все специализированные службы. Полиция оцепила территорию, люди были эвакуированы. Ранее глава ГИБ заявлял, что с начала года в Молдове поступило более 140 ложных сообщений о бомбах, а на проверку угроз было потрачено более 2 миллионов леев. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о терроризме, а МВД предложила ужесточить санкции. Если в законодательство будут внесены поправки, виновным грозит до 5 лет лишения свободы, а штрафы могут увеличиться до 150 тысяч леев. Почти 700 тысяч долларов, 435 тысяч евро, 50 тысяч израильских шекелей, более 3 миллионов украинских гривен и 20 тысяч фунтов стерлингов. Столько недекларированной валюты обнаружили в течение 10 месяцев в Кишиневском международном аэропорту. Денежные средства обнаружили в ручной кладе у трех граждан Молдовы и 21 иностранца при выезде из страны. Согласно заявлению пограничной полиции, случаи выявления недекларированных денег увеличились на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Учреждение призывает письменно декларировать финансовые средства на сумму свыше 10 тысяч евро. В противном случае нарушителям грозит административное или уголовное наказание, а недекларированную разницу могут конфисковать. Двое молодых людей с 17 и 18 лет, жители Новых Анен, задержаны полицией по подозрению в совершении четырех ограблений и кражи в столичном районе Буюканы. По данным полиции, подозреваемые подходили к потерпевшим и насильно отнимали их личные вещи. Подобным образом им удалось похитить несколько мобильных телефонов, сумки, кошельки с деньгами и банковскими картами. Пострадавшие ценили материальный ущерб в 23 800 леев. По данным следствия, молодые люди продавали украденные вещи через социальную сеть онлайн. В ходе следственных мероприятий они признали свою вину. Сейчас подозреваемые находятся под следственным контролем. Если их вина будет доказана, им грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. Сегодня парламент обсуждает программу возмещения НДС сельхозпроизводителем, одобренную вчера правительством. Согласно законопроекту, за счет возвращенных денег аграрии покроют свои долги по налогам и сборам. Воспользоваться этим могут экономические агенты, потерявшие более 50% сельскохозяйственной продукции в результате стихийных бедствий 2022 года или ограничений Российской Федерации на ввоз продукции растительного происхождения из Молдовы. НДС вернут на основании заявление, поданное в налоговую инспекцию, а деньги выплатят в течение 25 рабочих дней. Возмещение касается период с апреля 2022 года по июнь 2023 года включительно. По сообщению правительства, целью проекта является снижение негативного воздействия стихийных бедствий, а также рост оцен для хозяйствующих субъектов в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. Флэшмоб, организованный партией ШОР под названием «Коридор позора» прошел сегодня у служебного входа в парламент. Участники манифестации каждую машину, въезжающую на территорию, встречали криками позор и бросали в автомобиль гвоздики, который символизирует похороны ПАС. Кроме этого, манифестанты держали в руках фотографии, стилизованные под пачки сигарет, на которых было написано «Майя Санду вредит вашему здоровью и здоровью окружающих», скандируя антиправительственные лозунги, протестующие требовали отставки руководства страны. На наше предложение прокомментировать сегодняшний флэшмоб представитель пресс-службы правительства заявила, что Кабмин никак не комментирует акции протеста, организованные партией «Шорк». То же самое сообщили и в пресс-службе правящей партии. В администрации президента отметили, что в Республике Молдова каждый человек пользуется правом на свободу собраний и выражение мнений. Что сегодня все землетрясения было спровоцировано консервами ФСБ, что это не раскачетки. И валят своим хозяевам. ЖОС, МАЯ СОРИЕ! И СОРИЕ! Судеб Молдова! НОВЫ СУБЕМ МОЛДОВА! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите. Время новостей в 20.45 на телеканале ТВ6 и в 22.00 на Архей ТВ. Спасибо, что были с нами. И до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!